Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Паром Александр Деев, вышедший на линию Хомск-Ванина осенью прошлого года, отправлен во Владивосток на достроечную базу Амурского судостроительного завода для детального обследования и устранения критически важных недосчетов, выявленных во время эксплуатации. Напомню, что судно сейчас не может перевозить вагоны. В главной библиотеке Сахалина подвели итоги международного конкурса СССР. Он проводился среди учащихся и изучающих китайский язык в средних и высших учебных заведениях области. Членами жюри конкурса стали преподаватели Харбинского педагогического института. Свои предпочтения они отдали работам, в которых отражена четкая позиция автора. Его мысли, чувства и умения аргументированно излагать и раскрывать их. Также оценивались оригинальность и грамотность письменной речи. Первое место заняла Агата Черная из Южно-Сахалинска. Волейбольная команда «Сахалин» проиграла «Кора Белки» из Санкт-Петербурга в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу. Игры проходят в Череповце. В первом круге островитянки дважды уступили соперницам. К сожалению, взять реванш у команды Олега Ляпугина не получилось. Во второй партии «Сахалин» проиграл на больше-меньше. В третьей он превзошел соперниц, но для общей победы этого оказалось мало. Наши волейболистки неплохо набирали очки в атаке, но в игре на блоке это был не их день. Сахалинцев приглашают принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту под названием «Лед надежды нашей». Их проведут в областном центре 11 февраля на стадионе «Космос». Принять участие в состязаниях могут любители от 6 лет и старше, имеющие любую модель коньков и уровень подготовки. Инвентарь также можно будет бесплатно получить в пункте проката. Длина дистанции составит от 200 до 500 метров. Информацию о порядке регистрации можно найти на сайте регионального министерства спорта. Продолжение следует...